Всем доброго дня! Сегодня я покажу, как открываю кокос. Таких же видео миллион! Но у меня на канале не было еще такого видео, поэтому я сниму его. Давай. Давай, кокос. От Сереги привет передай. Вот такой кокос. Вначале я, конечно, расскажу... Кстати, всем привет от Сереги. От того охранника Сереги. Помните его? Единственный критерий, по которому я выбираю кокос, это наличие внутри жидкости. Если внутри жидкости нет, значит, скорее всего, кокос уже пропал. Пропал, прокис, протух, неважно. Это кокос маленький. Обычно я беру побольше кокоса. Здесь, наверное, грамм на триста он. Итак, самое главное, как открыть кокос. Я много разных способов перепробовал. И так, и сяк. В общем, по-разному. Классический способ оказался самый верный и самый простой. Но с некоторой оговоркой. Я использую молоток. Тот, кто говорит, что нужно использовать нож и вот так вот стучать ножом, каким-то ребром. Все это ерунда. Можно стучать любым обычным предметом, которым стучать. И дубинкой можно постучать? Можно. Хочешь водичку? Вначале для себя вы решите, нужна вам водичка кокосовая или нет. Водичка именно кокосовая, а не кокосовое молоко. Обычная вода внутри ореха. Но она, конечно, сладенькая и вкусненькая. Но всем же, конечно, интересно посмотреть на эту воду. Серег, не томи, я уже хочу попробовать. Сейчас мы как раз этим и займемся. Это несложно. Берем обычный нож. У кокоса вы можете видеть три черных пятна. Одно из них можно будет легко вскрыть ножом. Два маленьких, третье большое, как рот. Видите? Посмотрите, один глаз, второй и рот. Вот, скорее всего, оно будет легко вскрываться. Вот видите, оно мягкое. Оно легко открылось ножом. Ну а далее все просто. Переворачиваем на стакан и водичка потихоньку выкопает. Но это не молочко. Давайте взвесим. Можете называть его как хотите. То есть из тех 380 грамм кокосовая вода, это 74 грамм. Кокосовая вода пахнет вкусно. Если никто ни разу не пробовал, попейте. Она просто обычная, сладковатая на вкус вода. Но вначале нужно процедить. Вкусно? Да. На. Как же открыть кокос? Так, ассистент номер один. Кто-то рассказывает, что нужно именно острым концом. Кто-то ножом, кто-то молотком. Как только не открывают кокосы. Да просто бейте его вот здесь вот примерно по центру, по кругу и все. Лучше это делать над раковиной, потому что остатки воды будут расплескиваться. Все. Очень аккуратно, очень легко. О, он сразу располовинивается пополам. Сейчас он раскололся прям пополам. Иногда он прям ровным, целеньким орешком достается изнутри. Осталось только достать эти половинки и выложить на стол. Я несколько раз видел, как кокос кладут на тарелку и бьют на тарелке. Ну так легко разбить тарелку, потому что кокос же просто отпружинит, тот же орех. Поэтому я просто постукиваю вот так вот по скорлупе. Если он не отходит, ну вот он прям как прилип, не хочет отходить. Некоторые прям сразу отваливаются, но вот это никак не хочет. Поэтому скорлупа у меня даже, видите, треснула вот здесь. Поэтому я его так открою. Вот, и он вывалился, видите. Вот он прям прилип вот этой стороной и никак не хотел отходить. Молодой кокос, маленький может быть. Ну вот, отошел. В общем, срезюмирую. Вначале возьмите кокос и вот так вокруг его обстучите. Потом по центру и он прям ровно вот так вот треснет по краю. Если он сразу не выйдет, то ну придется вот так вот как я раскалывать и потихоньку доставать его. И еще, кстати, есть один способ, если совсем никак не раскалывается, может у вас просто силы, если не хватает его бить. Тогда после того, как кокос на половинке разобьется, я просто делаю вот так вот продольные разрезы, ну как торт обычно режете, и вот так подздеваю его, он легко вытаскивается. На практике нужно просто лишь немножко постучать по кокосу, и он будет сам отваливаться. Еще, кстати, некоторые люди чистят кокос. Вот эту количневую кожуру чистят. Мы едим просто так его. Да? Серег, подтверди, что в кожуле много витаминов. Да. Итого с 380 грамм осталось 213 грамм. Итак, если вам нужна именно кокосовая стружка, далее он также легко чистится. Ну, как морковка, например. Он не настолько там плотный, жесткий или неровный, как грецкий орех, его не почистить. Кокос всегда легко почистить обычным ножом. Ничего сложного в этом нет. Вот такая кокосовая стружка получается. С начала разделывания кокоса прошло не более 10 минут. Но еще раз повторюсь, мы едим кокос просто в натуральном виде. Вот вы, наверное, видели уже. Всем пока. Спасибо за внимание. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok